Язык, он строится так, что слова цепляются за слова. Они иногда цепляются за реальность, но в основном они цепляются за слова. И поэтому, когда мы говорим о таких предельных вещах, как сознание, сознание, воля, вот у нас по-прежнему работает привычка взять и сыпить с какими-то другими словами, после чего у нас появляется чувство удовлетворения, что мы там все-таки поняли. Хотя на самом деле мы только лишь совершили сцепление. Поэтому лучше говорить об осознании, наблюдая этот процесс, как он происходит. Вот мы живем в предметном мире, который состоит из отдельных предметов, правильно? И для нас осознание — это когда мы внимание сосредоточили. Вот мы не осознавали бутылку, а вот мы внимание сосредоточили и осознали. А потом мы распределили внимание, вот деконцентрацию произвели, и мы вот то осознание, которое у нас было, внимание, да, вот мы стали осознавать, но осознавать тогда иначе. Вот мы произвели деконцентрацию, вот весь мир мы воскриняли целиком, то, что в этой комнате находится, так? Но это другой тип восприятия, другой тип осознания и знания. Потому что для нас обычное знание, это, ну, составит там перечень предметов на столе. Мы знаем, что находится на столе, когда перечень составили, правильно? Вот, а вместе с тем вот это вот тотальное знание того, что находится на столе, вот за счет того, что у нас был опыт осознания, мы сказали, осознание есть внимание, а внимание у нас сохранилось при деконцентрации, мы начали осознавать это иначе. Хотя, в общем-то, безусловно, люди, которые не провели процедуру, будут от вас требовать, ну, как это, что это? Ну, психонетика, это же такая штука, которая легко переводится, все что угодно, правильно? То есть, там буддисты говорят, что это буддистские техники, нечего голову морочить. Вот, я могу сказать, что точно так же вполне можно сказать, что во многом это наглались в людей. Потому что у них есть очень точные соответствия между собой. Вот, а самое главное соответствие, которое я бы выделил, это, скорее, само понимание трансформации. Потому что, опять-таки, техники, они хорошо изучают, их там можно использовать, они используются, люди в своей жизни используют, до каких-то своих работ можно использовать. Но самое главное, это достичь того момента, когда вы можете произвольно изменить себя. Вот трансформация, это не то, что вы проснулись крокодилом. Понимаете, это немножко иначе. Продолжение следует...